Симптоматика патологии, регулировка и признаки нормальной работы толстого кишечника. Итак, мы много узнали о роли толстого кишечника, способах его восстановления, но думаем, со мной все в порядке. Посмотрите на вещи трезво. По данным многих проктологов, в том числе основателя проктологической школы в СССР профессора Аминеева, в возрасте до трех лет возникают самые различные заболевания желудочно-кишечного тракта. Данная глава поможет вам наверняка узнать, в порядке ли ваша толстая кишка, показывая те внешние признаки, порой и отдаленно не имеющие с ней связи, указывающие на течение патологии в ней и какой именно. Это поможет вам сориентироваться и целенаправленно подобрать средства работы над собой. Первое. Симптомы патологии. А. Запор. Обложенный язык. Вонючее дыхание. Внезапные головные боли. Апатия. Сонливость. Тяжесть в нижней части живота. Вздутие. Боли и урчание в животе. Снижение аппетита. Насильственный. Недостаточный стул. Сыпь на коже. Неприятный запах от тела. Замкнутость. Раздражительность. Мрачные мысли. Б. Неспецифический язвенный колит. Это воспаление слизистой, толстого кишечника, а также может быть даже образование язв. Отмечается в возрасте от 10 до 30 лет. Внешние симптомы встречаются у 60-75% больных. Патологическое изменение кожи. Воспаление слизистой полости рта. Томатиты. Поражение слизистой глаза. Конъюнктивиты. Воспаление суставов. Артриты. Заболевание печени. В. Полипы сигналят о себе ростом на шее и подмышками висячих родинок. Г. Черный налет на зубах указывает на наличие скрытого дегенеративного изменения слизистой оболочки толстой кишки, покрытие ее черной пленкой плесени и авитаминозом витамина А. Д. От разнообразных дисфункций толстого кишечника страдает кожа и слизистые оболочки, синуситы, риниты, ангина, анденопатия, стоматит, гингивит, гласит, это воспаление языка, одонтальгия, бронхиальная астма, пузырьковый лишай губ, что мы просто называем лихорадкой или высыпанием на губах. И если вышеуказанные симптомы стали посещать вас частенько или имеются, в норме их вообще не бывает, то начинайте выполнять программу оздоровления толстого кишечника. 2. Регулировка. Сейчас я расскажу, как вам ориентироваться по каловым массам, подходят ли вам эти продукты или нет и как часто их можно употреблять. Запомните следующее. Все виды мяса, рыбы, яйца, молоко, творог, сыры, супы, бульоны, кисели, какао, кофе, крепкий чай, белый хлеб, пирожные, торты, белый сахар, протертые каши, вермишель, белые сухари склонны образовывать каловые камни. Черника, черемуха, ежевика, груши, айва они просто закрепляют. Ввиду того, что эти продукты по своему содержанию представляют собой однородную, мономерную массу, они, обезвоживаясь в толстом кишечнике, преобразуются в твердый каловый камень, который, если не застрянет в складках толстого кишечника, может поранить задний проход при выходе. Скапливаясь в так называемые каловые пробки, они существенно затрудняют акт дефекации, приводят к ненужному натуживанию, которое приводит к трещинам заднего прохода и так далее. В итоге, вы видите, что вначале выходит овечий кал в виде орешков, а затем более жидкий. Чтобы этого не было, старайтесь меньше употреблять вышеуказанные продукты или сочетать их с растительной, грубо волокнистой пищей. Пищевые волокна задерживают воду, что предотвращает обезвоживание каловых масс, не меняет астматического давления в полости органов пищеварительной системы и формирует фекальные массы нужной консистенции. Итак, как только появляется овечий кал, вы сразу должны вспомнить, какой из вышеуказанных продуктов вы кушали. Откажитесь на время от него, кушайте побольше салатов, тушеных овощей, цельных круп, а затем изредка включайте тот продукт в свой рацион. Это позволит регулировать ваш стул и добиваться нормального функционирования. Третье признаки нормальной работы. Внимательно наблюдайте за своим стулом. Он должен быть регулярным и в идеале кишечник должен срабатывать через 1-2 часа после каждого приема пищи. Кал по своей консистенции должен напоминать однородную пастообразную массу в виде колбаски без запаха и не должен пачкать унитаз, а то прилипнет не отдерешь. Дефекация должна проходить легко и одномоментно. После каждого стула надо подмывать, а не вытирать бумагой задний проход. Это можно делать в ванной комнате под струей воды. Применять следует прохладную воду. Строя должна быть не сильной, не раздражающей. После подмывания необходимо насухо вытереть промежность специальным влажным полотенцем. Вот в принципе основное, что необходимо знать о толстом кишечнике, чтобы самостоятельно восстановить его и стать здоровым. Рекомендую начинать с клизм по уокеру. Вместо воды можно использовать свою дневную мочу. Если потребуется, то сделайте их с чистотелом. Далее по мере вашего роста осваивайте более сложные виды чисток. Остальное подбирайте по самочувствию и специфике заболеваний. Питайтесь правильно. Об этом смотрите соответствующую часть. Если вы не желаете коренным образом изменить свое питание, то вы опять забьете толстый кишечник и ваши труды будут напрасны. Когда толстый кишечник станет относительно чистым, а для этого достаточно одного цикла очистительных клизм по уокеру, необходимо приступать к очистке печени. Лично я считаю эти две чистки обязательными и главными. Дальнейшее очищение и восстановление будет проходить само при правильном питании.